В здании главного железнодорожного вокзала Бурятии шумно и суетливо. Ребятишки с родителями пришли посмотреть на главного зимнего волшебника. Кто-то даже специально приехал из районов республики. Мы вообще с района, с Прибайкальского. И вот детям решили сделать подарок. Чего ожидаете от приезда? Не знаю. Вот у них надо спросить. Я думаю, ну, чтобы они рады были, главное, и всё. Встречал своего коллегу и наш бурятский Дед Мороз. Саган Убген. Сейчас я схожу на встречи нашим землякам, это всё расскажу. Ещё один вопрос, он не относится к сегодняшней теме, к приезду Деда Мороза, но волнует всех горожан. Хорошо. Почему так холодно, и когда холода пройдут? Ага. Вот обещали, буквально я вчера слышу, значит, да будет сильно аномальная холода. Это, видимо, будет прилично долго. Вы своим волшинством как-то можете всё это ускорить? Мне кажется, холод лучше. Мы живём в резко-континентальном климате, поэтому нам лучше мороз, чем какая-то слякотель, такая, значит, вялая-вялая такая погода. Ну да ладно, мы попытались. Возвращаемся к главной новости. Словно из снежной бури даже не выезжает, а выплывает резиденция Деда Мороза. Волшебников встречали, как полагается, по всем традициям бурятской культуры. Конечно же, Дед Мороз приехал не один, а со своими помощниками, которые устроили для зрителей настоящее представление. Ну а потом вышел он. Все вместе, громко, три, четыре. Дед Мороз! Дед Мороз! Дедушка Мороз! И вот, наконец, появляется он, сам Дед Мороз. Именно такой, какими его представляет. Высокий, в шикарной шубе, с зычным голосом. Здравствуйте, родные мои! Здравствуйте, лебедишки и взрослые! Спасибо вам за встречу теплую, за прием радушный! Едем к вам издалека. Самого великого Устюга! Для посетителей сказочные герои подготовили насыщенную анимационную программу. Также зрители могли посетить передвижную резиденцию Деда Мороза и поучаствовать в играх и квестах. Конечно же, как без стишка волшебнику. Было странное оно. Вместо марок три снежинки, а конверт с чистой диньки. А письмо не на листке, а на беленькой в снежке. Скоро-скоро в лампе мчу, на метели пролечу. Закрешу и закружу, снегом землю набежу. И деревья, и дома, и подписано! Мож, все вместе! Дима! Дима, милый, милый. Молодец! Спасибо тебе! Поезд отправился в дальний путь 11 ноября. За это время он объехал уже весь Дальний Восток. Следующий пункт назначения – Иркутск. Великий Устюг, Дед Мороз и команда вернутся уже в 2024 году, 12 января. Руслан Хороших, Алексей Ромашов. Новости дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...